Дорожники с моста через Сухой Лиман ушли еще в августе 2019 года. Строительство прекратилось из-за нехватки финансирования. И только в июне 2020 года появилась надежда, что объект все-таки доведут до ума. Вместо Черноморского УКСа – Государственное агентство автомобильных дорог. Накануне Кабмин принял долгожданное решение о передаче моста через Сухой Лиман государству. Теперь проблем с финансированием окончания работ на объекте, который строится четвертый год, быть не должно. Передать мост под столичный протекторат все стороны переговоров решили еще в феврале. Да и в мэрии Черноморска всегда подчеркивали – без госфинансирования дело не закончат. Депутаты-оппоненты городского головы также видят в решении правительства плюс – теперь на строительстве объекта будет труднее украсть. Мэр не хотел передавать, потому что его много было препонов того, чтобы этот объект ушел в государство. Сегодня его передали государству, не будем говорить автодор или еще кто-то, в державу. В державе мы больше добираем как депутатский корпус, первое. Второе – у державы есть возможности, у нас сегодня дефицит бюджета. А делу капитального строительства в лице Амбарникова и Хмельнюка мы не доверяем депутатский корпус. Поэтому мы считаем, что слава богу, что этот объект сегодня уже от нас ушел. У нас не было средств его не ремонтировать, у нас нет средств его не строить новый мост. С учетом того, что понтонную переправу нынешней осенью могут снова закрыть на ремонт, новость оптимистическая, но радоваться рано. Времени было потеряно немало. Объем работ предстоит серьезный. Если все пойдет по плану, то в эксплуатацию мост введут не раньше следующей весны. Я очень акцентировал внимание на том, что там, если вы видели, нет не отсыпанных подходов к мосту. То есть он получается, как этажерка просто стоит. Там необходимо к нему подвести эти подходы, насыпи такие насыпать, которые потом в дальнейшем по проекту существующему должны отстояться, должна состояться консолидация грунтов, так называемая. Это когда грунты устаиваются, чтобы в дальнейшем уже это все не проседало, когда мы асфальтобетон уже положим. Необходимо там 5-6 месяцев на эту консолидацию. К слову, отсыпать грунт должны были за счет мэрии, но этого не произошло. До начала всех работ необходимо провести тендер, где выберут компанию-подрядчика. Стоимость работ, согласно скорректированному плану, 117 миллионов гривен. Из них в районе 50 миллионов – это сами вот эти подходы. Ну, как только произойдет передача, у «Украфтодора» не будет проблем с тем, что не будет финансирования. Это приоритетный мост, это приоритетный объект. И все понимают, что в этом курортном регионе, на этой дороге, международного значения, этот объект просто необходим. Напомню, в 2015 году строительство обходилось в 131 миллион гривен. В 2018-м новый мост стоил уже 217 миллионов гривен. За это время стоимость еще немного выросла. Освоено уже 129 миллионов гривен. Если не начать строительство в ближайшее время, объект может снова подорожать. Виталий Хеми, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».